Это была, пожалуй, самая многолюдная литературная встреча. Более 300 человек собрались, чтобы познакомиться с достижениями салгинских школьников и оценить достижения своих сверстников, подготовивших выступления. Я бы хотела, чтобы мы сегодня вспомнили самую лучшую страницу нашего образовательного проекта. И первая страница посвящалась осеннему всероссийскому конкурсу сочинений. Живопись, музыка, хореография и литература гармонично соединились в рамках литературного образовательного проекта. Кроме танцевальных номеров, зрителям предложили театральные постановки. Так, например, ученики восьмых классов школы номер два организовали зрителям встречу с героями романа «Синяя птица», которых мастерски сыграли. Те, чей провел час. Готовы? Мы здесь! Мы здесь! Так, так, по одному. Всегда вас больше, чем нужно. Тебе еще рано. Приходи завтра. А ты? Приходи через 10 лет. Ты уже 13-й пастух. Времена Феокрита и Вергерия давно прошли. Опять врачи? На земле жалуются, что у нас и так дивать некуда. А инженеры есть? Есть! Хорошо. Литературная часть прошла в формате свободного чтения. Для ценителей художественного слова звучали разные и философские, и юмористические стихи. А почитателям любовной лирики очень понравилось выступление ученицы школы номер один Веры Машковой, исполнившей отрывок из пушкинского письма Татьяны к Евгению Онегину. Вы не оставите меня. Сначала я молчать хотела. Поверьте, моего стыда вы не узнали бы никогда, когда надежду я имела. Хоть редко, хоть в неделю раз в деревне нашей видеть вас. Чтоб только слышать ваши речи, вам слово помнить, и потом все думать, думать об одном, и день, и ночь до новой встречи. Украшением большой литературно-художественной гостиной стало выступление сотрудницы ВСМПО и солистки академического хора Дарины Гариповой, исполнившей редкую по своей красоте и сложности оперную композицию. Встреча прошла в уютной и по-летнему теплой обстановке, а ее гости унесли с собой положительные эмоции, заряд оптимизма и уверенность в том, что Верхняя Салда – город с огромным числом талантливых людей.